80-летие сегодня празднует второй украинский президент, единственный, кто занимал президентское кресло два срока подряд. Чем запомнился украинцам Леонид Кучма? Об этом в нашем материале. Данилычу 80. Так в народе называют экс-президента Украины Леонида Кучму. Смелый, решительный и целеустремленный, говорят о нем коллеги. Он единственный, кого украинцы дважды избирали на пост главы государства. И по мнению экспертов, Кучма самый успешный президент. Ведь благодаря его политике страну удалось вытащить из масштабного экономического кризиса. Такую политическую волю, как он проявил для реформ, это, можно сказать, изразок для нашей политической элиты. Сначала провели реформы антикризовые, а в другой период президентства провели реформы развития и растения. И благодаря этому мы в другом периоде президентства Леонида Даниловича отримали рекордные показники срастания ВВП. Это 12%. Также во время президентства Кучмы Украина присоединилась к Совету Европы. Это значительно усилило позиции страны в мире. При Кучме была принята конституция государства. Многие международные эксперты признали ее одной из самых демократичных в мире. Среди достижений второго президента и появления национальной валюты. Зарплата украинцев выросла в 2,5 раза. А долги перед соседними странами были погашены. Тогда при Кучме удалось достичь экономической стабильности. Леонид Данилович учил в Украину на складнейший этап новой истории. Мы помним переход от плановой до рынковой экономики. Все помним бартер, взаимозалики, заборгованность по заработной плате. Мы это называли синдромом экономического иммунодефицита. И чтобы поделать этот синдром, нужно было воля, решительность и ответственность. С самыми такими качествами и ответственность президент Украины. Благодаря поддержке Кучмы начали стремительно развиваться регионы. Он прислушивался к их руководителям и активно сотрудничал с депутатами, говорит Гриневецкий. Кроме того, именно Кучма в 2003-м отстоял остров Тузла. Препинение от тех центровых тенденций, которые были в 1994-м году, мы помним проблему с Кримом. Само Кучмю удалось это остановить. Проблемы с островом Тузла. Я помню, я был в складе делегации в Бразилии, как мы вернулись в ночь, президент остановил свой визит и обговорили вопросы. За часы президентства Кучмы в Украине были отношения с соседями всегда корректными. Он мне запомнился как спокойный, деловитый, я бы сказал, гостинный человек. Людина, которая с честью, с справедливостью выполняет свои обязанности. Он не твердил в переговорах. Игорь Юхуновский познакомился с Леонидом Кучмой, когда тот был еще премьер-министром Украины. Мы работали достаточно успешно. В частности, мне было предложено керовать Валютно-кредитной радой Украины. Экономика не была в таком загоне, как сейчас. Скорее количество предприятий Украины работало. И благодаря тому, что зашла количество, то директори этих предприятий находили спильную мову. Самый с Леонидом Даниловичем. Леонид Кучма до сих пор остается важной фигурой. Четыре года назад он стал участником трехсторонней контактной группы на переговорах с так называемыми ДНР-ЛНР. А в 2015-м Петр Порошенко назначил его официальным представителем Украины в группе по урегулированию конфликта. Оксана Григорьева, Вячеслав Никифоров. Подробности. Телеканал Интер.